Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале Вкусные Истории. Сегодня мы будем готовить пончики, которые получаются очень пышными и воздушными. Для этого нам понадобятся дрожжи, мука, растительное масло, молоко или вода, теплые, ванилин и сахар и щепотка соли. И для посыпки нам понадобится пудра. Вот так вот сначала я разомну дрожжи. Дрожжи должны быть свежие, если вы берете живые. И заливаем теплым молоком. Если у вас нет молока, можете взять теплую воду. Сюда же высыпаем столовую ложку сахара. Все хорошо перемешаем и уберем на 20 минут в теплое место. Прошло 20 минут, наши дрожжи подошли. Такая вот дрожжевая шапка у нас получилась. Теперь берем глубокую миску, выливаем сюда 50 мл растительного масла. Добавляем сюда 1 пакетик ванильного сахара или ванилина. Добавляем 1 щепотку соли. Вливаем сюда дрожжи. Еще раз все хорошо перемешиваем и по частям будем всыпать муку и замесим тесто. Мука должна быть просеянная. Наше тесто готово. Такое вот мягкое оно получилось, упругое. Не клеится к рукам. Кладем его в миску. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место примерно на 40 минут. Итак, прошло 40 минут. Наше тесто вот так вот хорошо поднялось. Такое воздушное оно стало. Обминаем наше тесто. Слегка присыпаем стол мукой. Теперь нам нужно раскатать тесто в пласт примерно 0,7 или 1 сантиметр толщиной. Теперь берем вот такую вот форму круглую, либо чашку вы можете взять, если у вас нет такой формы. И делаем, вырезаем круги. Наши пончики. Лишнее тесто убираем. По центру отверстия будем делать вот такой вот насадкой для кондитерского мешка. Накрываем наши пончики примерно на 10-15 минут полотенечком, чтобы они немного подросли. Обжариваем пончики в большом количестве растительного масла. Проверяем, хорошо ли раскалилось масло. Бросаем сюда кусочек теста. Если оно начинает вот так вот хорошо шипеть, значит масло раскалилось до нужной нам температуры. Можно выкладывать пончики. Обжариваем пончики с двух сторон до золотистого румяного цвета. Обжаренные пончики перекладываем в миску. Вот такие вот замечательные пончики получились у нас. Такие очень румяные, красивые. Теперь каждый пончик будем обмакивать в сахарную пудру. Если вы не хотите обмакивать, можете просто хорошо их посыпать. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok